Всем привет! Я рада вас приветствовать на моем канале. Я Екатерина Волкова, практикующая акушер-гинеколог. Екатерина, подскажи, пожалуйста, очень частый вопрос, который интересует на многих женщин. Как часто посещать гинеколога? Вообще, рекомендовано посещать гинеколога, если у вас нет никаких жалоб, в течение года хотя бы однажды. Этого будет достаточно, чтобы наиболее серьезные вопросы выявить и решить проблему. Екатерина, подскажи, пожалуйста, вот есть такой вопрос, который, наверное, волнует практически каждую женщину. Я его, наверное, задам одним вопросом. Но вот смотри, как часто надо посещать гинеколога, и вот при этом какое обследование нужно проходить, чтобы не пропустить ни в коем случае онкозаболевание? Серьезный вопрос. Много выявляется проблем. И, в общем-то, основная заповедь, основное правило – это посещение гинеколога очно в кабинете хотя бы раз в год. Для этого, в общем-то, много говорить не надо, это всем известно. Второе. Мы обязательно должны в течение года взять у любой женщины, живущей половой жизнью, мазок на онкозаболевание. На онкозаболевание с шейки матки прежде всего. Сейчас существуют хорошие современные методы, которые позволяют на ранних этапах выявить онкозаболевание шейки матки. Это обычный мазок на цитологию на стекле, это классический вариант обследования. И мазок на онкозаболевание методом жидкостной цитологии. Это более современный, более надежный вариант обследования. Третье. Это УЗИ органов малого таза. Это хороший скрининговый способ выявить на ранних этапах еще заболевание. Мы видим образование опухоли яичника, в частности, опухоли матки, опухоли эндометрия. Это то, что внутри матки. Ну и, в общем-то, какое-то либо динамическое наблюдение рекомендовать, либо направить на оперативное лечение. То есть это обязательно посещение раз в год, это обязательно мазок на онкозаболевание с шейки матки, это обязательно УЗИ малого таза. Четвертый пункт, он не менее важный, чем первые три, но мы его как-то обособленно будем обсуждать. Это обследование молочной железы. Очень много заболеваний молочной железы, в частности и онкопроцессов. И, к сожалению, эти онкопроцессы становятся более молодыми, более в раннем возрасте диагностируются. Поэтому и обследование молочной железы я бы тоже сюда отдельным пунктом вынесла, как профилактику онкозаболеваний у любой пациентки. В моих последующих видео я научу вас, как самообследовать молочную железу, как предотвратить страшные последствия онкопроцессов. И мы с вами попозже немножечко об этом затронем в разговоре. Екатерина, ну раз мы поговорили о возрасте, а вот подскажи, пожалуйста, такой вопрос. А вообще до какого возраста планировать беременность-то можно? Ну женщина в любом возрасте остается женщиной, но понятие планирования беременности, оно нерастяжимое на самом деле. Сейчас тенденции жизни таковы, что мамочками хочется встать и 40, и 45 лет женщина откладывает реализацию материнства на более поздний возраст, ввиду занятостью в карьере, по каким-то другим причинам. Поэтому мы не можем ограничить возраст, в котором женщина может реализовать себя как мама. Это в понятиях, в общем-то, социальных каких-то рамок. Физиологически хочется планировать беременность и рекомендовать планировать беременность женщине до 35 лет, потому что риски генетических аномалий, они несколько выше после 35. И современная женщина в 38, 40, 45 лет имеет гораздо больше соматической патологии, то есть патологии других органов, негинекологических, нежели женщина более молодая. И поэтому часто приходится в беременность сталкиваться с проблемами, так скажем, небеременности, лечить женщину и поддерживать ее хронические заболевания. Это сложнее. Поэтому до 35 лет это тот золотой возраст, который хочется любому гинекологу рекомендовать. Ну хорошо, тогда, Катюш, подскажи еще один такой вопрос. А вот какой все-таки лучший метод контрацепции? Ведь очень много, поэтому под роликов на канале, очень много информаций. Что по твоему мнению? Вообще какого-то универсального совета в этой ситуации нет. Поскольку мы говорим сейчас о наиболее часто задаваемых вопросах, и вот этот вопрос, связанный с контрацепцией, он практически на любом приеме амбулаторном так или иначе с пациенткой обсуждается. Нет золотого стандарта. Есть индивидуальный метод, который может быть подобран каждой пациентке. Разнообразие методов – это и гормональная контрацепция, и внутримаченная контрацепция, и барьерная контрацепция. Множество разных методов. Я для себя не выделяю ни один как приоритетный. Нужен конкретный портрет пациента. Нужно понимание его образа жизни. Как часто женщина живет половой жизнью, сколько у нее партнеров, нужен ли ей барьерный метод, сколько ей лет. В общем-то, это все специфика приема. Поэтому я буду рада ответить на вопросы о контрацепции для каждого конкретного пациента либо на очном приеме в своем кабинете, либо дистанционно на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео, и я постараюсь ответить на ваши вопросы наиболее развернуто. Также вы можете записаться на очный прием или на дистанционную консультацию по телефону, который указан в описании. Продолжение следует...